Вечером 16 октября 1978 года над Сикстинской капеллой поднимается белый столб дыма. Во время конклава избирают нового папу. Спустя пару часов после голосования на центральной лоджии собора святого Петра появляется глава конклава кардинал. На латыни объявляют народу и миру. Без преувеличения можно сказать, что атмосфера ожидания святого дня охватывает весь мир. Человек из коммунистической страны становится понтификом, а его слова слышат жители всех континентов. Слова потрясают мир. Призыв «не бойтесь» звучит как вызов. И не только собравшиеся на площади святого Петра огромная толпа гадает, кто же и что представляет собой этот папа Войтыва. Такой же вопрос задает себе и взирающий на Рим мировое общественное мнение. Будущий епископ Рима Рима появляется на свет 18 мая 1920 года в городке Водовица на юге Польши. Карль растет в довольно скромной обстановке. Его отец – небогатый отставной офицер польской армии, а мать работает учительницей. Огромное значение для формирования личностных качеств Войтывы имеет пример отца. С маленьким Карлем отец часто читает Библию. В его семье царит любовь и взаимопонимание, детей воспитывают в соответствии с церковной моралью. Уже в начальной школе, а затем в мужской гимназии, проявляется его склонность к гуманитарным наукам, в частности, иностранным языкам, религии и философии. Кроме того, в тот же период он заинтересовывается литературой и театром. Высокому и элегантному Карлю Войтыле, имевшему к тому же красивый голос, в жгольном театре поручают немало ролей. Будущий папа даже одно время серьезно задумывается над карьерой профессионального актера. Театральным искусством Карль продолжает заниматься и во время обучения на факультете литературы и философии Ягелонского университета в Кракове. Осенью 1939 года Польшу оккупируют гитлеровские войска, и Карлю приходится оставить учебу и поступить рабочим на каменный карьер, чтобы помогать тяжело больному отцу. Параллельно Войтыла продолжает заниматься литературой. Играет в самостоятельном театре студии «Рапсодия». С юных лет Войтыла стремился внести свой вклад в преобразование мира. Сначала считает, что поможет людям сделать мир лучше через свою актерскую деятельность, но все больше убеждается в том, что стать актером не самое большое, на что он способен. В октябре 1942 года Карль поступает в футбольную духовную семинарию в Кракове, а уже в 1946 году его рукополагает в сан священника. Отец Карль Войтыла ведет насыщенную пастырскую жизнь, богатую дружеским общением, занятиями, литературным творчеством и интеллектуальными размышлениями. В 1953 году он получает степень доктора морального богословия на Богословском факультете Егелонского университета, а три года спустя становится профессором в Институте этики в Люблине. Между тем, ни религиозные обязанности, ни преподавание, ни научные и литературные публикации не исключают для отца Войтылы активного образа жизни. Будучи священником, он не забрасывает спорт и много путешествует. Эти привычки он сохраняет и после того, как избирается папой римским. Отказаться от спортивных занятий, бега и любимых горных лыж его заставляет только резко ухудшившееся к старости здоровье. А тогда, в расцвете лет, отец Войтыла не упускает возможности развеяться. Неудивительно, что новость о даровании ему папой Пием XII и епископского сана застает священника в байдарочном походе. Итак, в 1958 году Кароль Войтыла становится епископом, а пять лет спустя ему даруется кардинальский титул. 16 октября 1978 года на восьмом этапе голосования Конклава кардинал Кароль Войтыла становится папой римским, главой римско-католической церкви. Он выбирает себе имя Иоанн Павел II. И вот достопочтенные кардиналы избрали нового епископа Рима. Они призвали его из далекой страны. Далекой, но одновременно близкой, поскольку ее объединяет с вами общность веры и христианской традиции. Братья и сестры, не бойтесь принять Христа и признать Его величие. Не бойтесь. Откройте. И более того, распахните двери Христу. Христос знает, что находится внутри человека. Только Он это знает. Через пять месяцев после избрания на Святой Престол публикуется его первая энциклика, которая носит название «Искупитель человека». В этом документе Иоанн Павел II указывает миру главные идеи, которым он намеревается служить в качестве патифика. Энциклика представляет собой оценку духовного состояния современного мира, увиденную глазами молодого папы. И он ставит печальный диагноз. Папа говорит о XX веке, как о столетии, в котором люди приготовили людям множество заблуждений и страданий. Он даёт понять, что этот процесс не был решительно заторможен и выражает надежду на установление объективных, нерушимых прав человека. Эта тема становится яркой характеристикой всего пантификата Святейшего Отца, которого часто называют «папой прав человека». Анализируя подход нового папы к международной политике, явно прослеживается задача установления религиозной свободы для всех, включая право исповедовать любую религию и право верующих принимать активное участие в общественной жизни. Иоанн Павел II настаивает, что нужно уважать и ценить каждый народ с его уникальными традициями. Он почувствовал, что церковь – это не только Рим, а не Европа. Что церковь – это разные страны мира. И эта церковь живёт очень в трудных иногда условиях. И он должен с ней быть. И он поэтому называл эти свои поездки не только апостольскими или пастельскими. Он даже говорил, что это паломничество к живой церкви. Скрипя сердце, власти соглашаются впустить папу поляка на родину. Это паломничество вызывает энтузиазм у миллионов поляков. Во время визита Иоанн Павел II напоминает о богатом христианском наследии Польши и о том, что без христианства нет Польши и её культуры. 70 лет ожесточённой антиватиканской пропаганды со стороны советского режима заканчиваются сразу и бесповоротно, когда председатель Верховного Совета СССР Михаил Горбачёв признаёт, что Святой Престол направляет усилия на разрешение общих европейских проблем и на создание условий, позволяющих народам совершать свой собственный независимый выбор. Эта встреча в Ватикане становится переломным моментом как в истории дипломатических контактов России со Святым Престолом на современном этапе, так и в процессе возрождения католической церкви в СССР. Ярким призывом к истинной цивилизации свободы становится папское выступление в организации ООН, где, обращаясь к представителям двухсот государств, понтифик призывает народы мира уважать права человека и осудить насилие и проявление национализма и нетерпимости. Апрель 1997 года. Иоанн Павел II в Сараево, городе, символизирующем трагедию XX века. Здесь началась Первая мировая война. Здесь свирепствовала Вторая мировая война. И здесь же, на склоне лет столетия, местные жители испытали на себе тяжесть долгих лет вражды и страха. Из города, в котором сталкивались различные культуры, религии и народы, Иоанн Павел II обращается с призывом «Нет войне». Он умел принимать действительность, какая она есть, и помогал людям отказаться от насилия и поверить в то, что можно другим образом объединиться и быть вместе. Следующее паломничество годом позже попадает в историю еще задолго до того, как оно происходит. Новость о том, что человек, который очевидным образом был причастен к падению коммунизма в Восточной Европе, отправляется в логово коммунистического динозавра на Кубу, электризует мир. Святейший Отец передает Фиделю Кастро список политзаключенных. Напоминает о правах народа на развитие, желая ему свободы и примирения. Кульминацией визита становится место на площади революции в Гаване, где под взглядом смотрящего с огромного портрета Че Гевары собираются около миллиона кубинцев. Многие говорили, что не надо ехать в Чили, потому что там пиношет, это диктатура и так далее. Или что не надо ехать в Мексико, что-то там антиклерикальное правительство, вообще антицерковное и все. Что там папе делать? Но он не думал в этих категориях. Он думал всегда в категориях, прежде всего, своей ответственности как пастыра, избранного Христом для этого, чтобы помогать людям. В его заботе постоянной были люди. И если человек, который, если он считал, что или церковь местная там в Мексике, или в Польше, или во Франции, или где бы это ни было, нуждается в его присутствии, и он может что-то сделать для них, то он поедет, хотя бы там не знаю, что там другие говорили. Христиане, католики, православные и евангельские протестанты, все мы вместе объединены. Спасибо за этот голос, за этот утешительный голос наших братьев и сестер. Экуминизм, постоянное обновление церкви на пути к достижению единства, становится, несомненно, одним из приоритетов понтификата Иоанна Павла II. Он становится не только духовным лидером миллиарда католиков, но и неустанным борцом за мир и истинным сторонником межрелигиозного диалога. Он боролся и был иногда очень такой стремительный в этом деле, прежде всего потому, что он очень глубоко прочувствовал и пережил желание Христа, чтобы его ученики были одно. И он говорил, Христос хотел единства, и я хочу, поэтому церковь на соборе ватиканском приняла это, и что это очень важный приоритет, поэтому и я хочу, я буду бороться до конца жизни. Впервые в истории Папа переступает порог синагоги. Сам по себе этот факт становится историческим. Он произносит фразу, которая наряду со знаменитым «Не бойтесь», становится наиболее цитируемым сказыванием Папы Вайтилы. Вы – наши возлюбленные братья и, можно сказать, наши старшие братья. Посещение римской синагоги оказывается не артистичным жестом, но увертюрой к великому делу примирения католиков и евреев, кульминацией которой становится важной для обеих сторон визит понтифика в Иерусалим. Октябрь 1986 года. По инициативе Иоанна Павла II впервые в истории проходит совместная молитва о мире, представители различных христианских конфессий и нехристианских религий. Папа стоит плечом к плечу с евреями, индусами, мусульманами и облаченными в экзотические костюмы представителям других религий, молится в их присутствии о мире и вместе с ними размышляет об общей ответственности за судьбы человечества. Я думаю, что он будет иногда непонятнее из-за своей такой пророческой силы стремления к единству, что некоторые начинают думать, что он хочет, это какая стратегия, он хочет завладеть нами или кем или добиваться, а он был готов даже переосмыслить примат, то значит, эту роль Папы Римского как знак единства всех, чтобы так это сделать, чтобы это не дедело соединяло. Он был готов на все. 99-й год, Румыния. Впервые в истории церкви преемник Святого Петра прибывает в страну большинству населения, которое исповедует православие. Атмосфера, в которой проходит визит Папы, превосходит ожидания всех оптимистов. Это незабываемый визит, и я переступаю здесь порог надежды. 300 тысяч участников мессы единогласно скандируют слово United – единство, среди которых и католики различных обрядов, и православные. Не в этом ли красноречивое доказательство того, что несмотря на формальное разделение, многие христиане горячо жаждут единства? «Если ты живешь с молодыми людьми, то ты должен стать молодым». Любовь и особая забота Иоанна Павла II к молодым людям приводит его к идее о создании Всемирных Дней Молодежи. Вся Церковь на глобальном уровне должна оказывать все более интенсивную поддержку молодым людям в их тревогах и желаниях, в их открытости и надеждах, чтобы встретить их ожидания и передать ему веренность, которой является Христос. И он всегда воспринимал и черпал надежду через общение с молодежью. Она была для него таким утешением. И эти молодые люди в своей спонтанности и непосредственности были для него таким знаком Божьей благости и жизни. Он любил жизнь и любит ее, он сегодня жив, он ее и сегодня любит. Понтифик говорит о молодежи как о весне церкви. Он встречает юношей и девушек на молодежных встречах. Он видит поющих, танцующих, подпрыгивающих и кричащих «Виа Папа» молодых людей и их же, внимающих в слово, исповедующихся и причащающихся. Он видит, как в молодежи церковь вновь пробуждается к жизни. Начиная с 1987 года, Всемирный День Молодежи проходит в различных странах мира, куда приглашается молодежь со всей планеты в Буэнос-Айресе, в Сантьяго-де-Компостелло, в Чехословакии, в Денвере, в Милане, в Париже и в Риме. Вы не отдаёте себя миру, где другие человеческие существа умирают от голода, остаются неграмотными, где не хватает работы. Вы защищаете жизнь в каждый момент развития на Земле и укрепляете её своей энергией, чтобы превратить эту Землю в более обитаемую для всех. АПЛОДИСМЕНТЫ Субтитры подогнали Симон. Папа-мобиль свободно следует мимо секторов, заполненных паломниками со всего мира. Папа успевает вернуть ребенка родителям, которого за мгновение перед этим обнимал. Раздается выстрел. Ни документ, ни начинание, ни встреча и ни паломничество. И все-таки одно из важнейших событий понтификата, окруженное загадочными обстоятельствами. Начиная с того, что Иоанн Павел II выжил, пуля на несколько миллиметров миновала органы, повреждения которых несовместимы с жизнью. Это не столько физически, сколько именно этот удар в его стремление и желание быть человеком мира. И вот этого человека мира кто-то хотел убить. Для папы покушение становится новым доказательством покровительства Божьей Матери, которой он посвящает свое служение. А слова «Тотус туус» – «Всецело твой» он не случайно начертал на своем гербе. В час, когда я упал на площади Святого Петра, я твердо знал, что выживу. Одна рука стреляла, другая направляла пулю. В первую годовщину покушения папа прибывает в Португалию. Он подчеркивает, что 13 мая, день покушения, таинственным образом связан с датой первого явления Фатимы в 1917 году. «Эти даты встретились друг с другом так, что я должен признать, что я призван сюда чудесным образом». Трижды Иоанна Павла II хотят лишить жизни. Два покушения удается предотвратить, а одно чуть не заканчивается смертью понтифика. Ослабленный болезнью, Иоанн Павел II, благодаря огромной внутренней силе, с Божьей помощью продолжает свои многочисленные паломничества, в которых всегда участвуют тысячи верующих. Было трудно работать с ним, моим коллегам-журналистам или политологам, тех, которые наблюдали за его деятельностью, потому что трудно было его вместить в какие-то клише, в какие-то рамки. «Я думаю, что это потому, что он был человеком, который был сверх политики, над политикой. Из-за своего такого стремления к Богу он очень сильно всю свою жизнь, думаю, был паломником, ищущим Бога». За 26 лет понтификата он совершает 250 пастырских поездок, в том числе более 100 за рубеж. Эти поездки содействуют укреплению позиций католической церкви по всему миру и установлению связи католиков с иными религиями. Несмотря на физические страдания, Иоанн Павел II до самого конца продолжает нести свое служение. Тема покаяния церкви занимает центральное место служения Иоанна Павла II. Юбилейный 2000 год для него знаменует подготовку новой весны христианской жизни. Впервые в истории Папа Римский публично кается в грехах католической церкви. «Это великого масштаба гуманист, настоящий. И одновременно человек Божий, человек церковный, священник, пастыр. И если он, например, прощал от имени церкви и просил прощения, то он просил прощения, потому что то прошлое – это было его прошлое. Он не отказывался от этого прошлого, и он чувствовал себя наследником этого прошлого церкви». Он просит прощения и признает вину церкви за восемь грехов – преследование евреев, раскол церкви и религиозные войны, крестовые походы и оправдывающие войну теологические догматы, презрение к меньшинствам и бедным, оправдание рабства. Иоанн Павел II не раз доказывает, что не намерен сдаваться под тяжестью лет. Его здоровье ухудшается, однако он не прекращает активную деятельность. В начале девяностых он ломает себе шейку бедра, что для пожилых людей почти всегда является приговором. Чтобы снова встать на ноги, папа переносит шесть операций, но самым трудным испытанием для понтифика становится болезнь Паркинсона. Периодически в истории человечества появляются личности, чья жизнь отражает историю своей страны, кто становится символом своего века. Иоанн Павел II относится к тем редким религиозным деятелям, которые посвящали свою жизнь не только религии, но и служению обществу в целом. Он всегда это был больше всего ответ на факты, на то, что происходит. Он понимал, и он старался понять, что он как пастырь, как епископ, римский может дать людям, что он, как он может им помочь. Для него, он как бы шел за словом Бога, а не впереди Бога, только следовал за тем, что Бог ему дал, как благодать. И думаю, что это тоже очень важный момент, чтобы понять, почему он был такой недругой. Он один из самых молодых понтификов в истории, человек, завоевавший огромную популярность и уважение в мире не только религиозном, но и политическом. Один из немногих деятелей католической церкви, начавший диалог с представителями других конфессий. Он встречался со многими политиками XX и XXI века, всегда выражал свое мнение по важнейшим мировым проблемам и посещал с визитами те страны, куда раньше главы католической церкви не отправлялись. Его деятельность в качестве миротворца вселяла в людей надежду. Иоанн Павел II – это человек, который в начале своего жизненного пути даже не думал о том, что посвятит себя церкви. Актер и философ, ставший папой римским. Это поистине удивительная судьба. И Kiэте, Геородина Глава Ирина Л cooking И И Бог СHS в этой интиме, живет человек, осознавая его вещество, что имеет свои свои лимиты и свои dificultания. Санта и сознание, чтобы быть руководителем, руководителем Духа. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok